Специально для ЗАП-ТВ Виктор Пазников прокомментировал ситуацию с ремонтом дорог. В этом году невиданного масштаба развернутая работа по восстановлению дорог. Причем мы реализуем эти мероприятия в рамках двух программ. Первый – это национальный проект безопасной и качественной автомобильной дороги. Второй – это так называемая дальневосточная субсидия в рамках развития центров экономического роста. Стоит напомнить, что выбор участков дорог, подлежащих ремонту в 2019 году, проходил максимально открыто и публично. В нем непосредственно участие приняли сами люди. После подведения итогов интернет-голосования и обсуждений на общественных слушаниях были сформированы итоговые списки. Основной объем работ пришелся на Читу. В рамках национального проекта в этом году ремонтируются 19 объектов. В рамках центров экономического роста – 24. Виктор Пазников назвал наиболее крупные и особо значимые для автолюбителей дороги. Конкретные участки, которые ремонтируются в этом году, это два участка по улице Ленина. Это проспект Фадеева, проспект Жукова, Московский тракт, примыкающая улица к Московскому тракту. Это ремонт улицы Шилова, ремонт улицы Карповский тракт, улица Железобетонная, улица Карла Маркса, проезд Ивановский, проезд Рудничный, ну и так далее. Стоит отметить, что не все идет гладко. К примеру, многие автомобилисты в самый разгар летнего сезона были обеспокоены ходом ремонтных работ на Карповском тракте. И это было обосновано. Да, действительно, произошла небольшая задержка с финансированием. Это было связано с разделением Министерства директорного развития на два министерства. Потребовалось заключить дополнительные соглашения. Ну и там просто технические сложности возникли. Мы на небольшой промежуток времени не задержали финансирование. Но сейчас все документы подписаны. Деньги, соответственно, уже в работу запущены. И в ближайшее время подрядчик там должен развернуться. Ну и в основном сроки все работы завершить. Если говорить о краевых дорогах, то здесь тоже ведутся масштабные работы. По национальному проекту ремонтируется 9 участков дорог. Протяженность каждого – порядка 10 километров. Это три участка на дороге Магоди-Серетинск-Колочи. Это один участок Краснокамец-Моциевская. Один небольшой участок на дороге Дороснук с границ МНР. Подъезд к Дровяной. Завершение реконструкции участка на подъезде к Бекельмешево. Это дорога к нашим Архлейским озерам. Это подъезд к Рульге от федеральной трассы. И Борзе-Олегзавод. Кроме этого, в рамках Центров экономического роста в 29 населенных пунктах ремонтируются участки регионального и местного значения. Эти участки были определены уже чиновниками с акцентом на районные и наиболее крупные населенные пункты. Виктор Пазников рассказал о приятной и долгожданной для жителей микрорайона Октябрьске новости о начале строительстве в этом году дороги Народной. Проект, который предполагает строительство, но не только народной, а со всеми примеканиями, пересечениями, с обустройством, озеленением, освещением. Ну и плюс с учетом рельефа местности, системы водоотвода, ливневого, с очистными сооружениями. То есть такой достаточно даже технически сложный проект. Еще одна хорошая новость. За счет экономии в размере 24 миллионов рублей уже в этом году будут проведены ремонтные работы улицы Бекетова. А вот к Новобульварной и Горького приступят не раньше следующего года. Наталья Протаковская, Николай Шумков, ЗАПТВ. Субтитры создавал DimaTorzok